Уже готова опора под номером 8. Именно в этом месте в ноябре прошлого года в землю вонзился бур, когда был дан старт строительства Фрунзенского моста. Это участок через реку Самара. Еще две береговые опоры возвели для моста через озеро Банное. Здесь же технологические конструкции. По виду они напоминают деревянные мосты петровских времен, но прочность у них внушительная. Такой настил должен выдержать буровую установку весом 140 тонн. Дно не крепкое, но строители уверяют, мост никуда не уплывет. Здесь используются самые современные технологии. По таким же строит и Крымский мост. Материалы в основном отечественные, отвечают всем стандартам. Что касается самих мостов, это вообще в принципе никак не влияет, на заболоченном месте или нет, потому что вот эти сваи уходят на глубину 20 с лишним метров. То есть там нормальные грунты и сами искусственные сооружения находятся на прочном фундаменте. Железобетонный мост через озеро будет небольшой, 80 метров в длину и на 700 метров протянется через реку Самара. Буровая установка уже вонзается в дно. У моста через реку Самара будет 8 опор. По 2 на берегах и 4 в русле реки. Сейчас основной фронт работы развернулся на левом берегу. Идет подготовка к установке опор в воде. Не обошлось и без сюрпризов. Во время водолазного обследования дна выяснилось, что там лежит давно затопленная старая баржа. В районе будущих 4 и 5 опор. Перед началом буровых работ эту баржу придется поднять. Строители, поневоле ставшие кладоискателями, считают, на темпы возведения моста глубинная находка не повлияет. Доставать баржу собираются после паводка. По планам обновить Фрунзенский мост автомобилисты смогут в 2018 году. Дорога будет шестиполосная, ширина проезжей части 22 метра, а общая протяженность автомобильной трассы вместе с развязками почти 3 километра. После окончания строительства мостового перехода в Фрунзенский, первого этапа хотя бы, будет обеспечен проезд, в общем-то, расчетных без пробок в центральную часть города. Темпы строительной организации набраны очень высокие и в зимнее время работы не прекращались. Расчетная интенсивность движения почти 40 тысяч машин в сутки. Выезд с моста будет на улице Фрунзе с одной стороны и шоссейную с другой, где организуют удобные транспортные развязки. В проекте реконструкция нескольких участков улиц в исторической части Самары. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.